Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и вот вышло новое обновление на Даймонде. В нем была добавлена новая разновидность контейнеров и нежурлеток, которая называется Даймонд Ящик. Я прикупил себе 151 штуку, и мне хочется открыть и посмотреть, что можно выбить из 151 ящика. Мне хотелось бы получить нечто действительно уникальное и интересное, как минимум, чтобы частично отбить то, что я потратил. А потратил я это довольно-таки много. Также вот два чека, что получают по 100 рубасов. Если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь лайк ролику. Итоги было в следующем видосе. Погнали! Ну и также вот человек, который получил 20 миллионов из прошлого ролика. В этом приз будет чуть поменьше, потому что новость все-таки прошла. Но давайте помимо этого мы разыграем в ролике что-то клевое, что выпадет нам из этих вот ящиков. Поэтому в любом случае будет победитель на 5 миллионов. Для этого повторюсь, нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий, колокольчик активировать. И также, если мы выбьем, а мы скорее всего выбьем что-то уникальное отсюда, я это постараюсь разыграть. Поэтому досмотрите видосик до конца и давайте начинать. Я буду записывать все, что мне выпадает, что в конце подвести итоги. Давайте постепенно начнем сейчас открывать. Нужно сказать, что я их купил довольно-таки дорого и давайте буду говорить, пока открою. Ну вот 64 тысячи мне выпало. То есть в среднем такая вот сумма. Самая интересная, друзья. В дальнейшем они скорее всего будут стоить по 1100. Сейчас я купил 10 штук за 300 тысяч и 140 штук по 350 косарей. То есть суммарно на них я потратил 53 миллиона. Это было сделано на ролика. Я понимаю, что это конские цены и скорее всего через какое-то время это можно будет сделать дешевле. Давайте открываем второй, не будем тянуть время. И мы получили 2x фишки. Одна рулетка, но в рулетке на самом деле ничего дико клевого тоже не выпадает. 4x фишки, еще 4 опыта и вы понимаете, что вот было потрачено довольно-таки много денег и пока не окупается. И как же можно добывать эти даймонд ящики? Во-первых, это за квесты, правда здесь не написано, что выдаются эти ящики за выполнение их. Но здесь мы можем посмотреть то, что даймонд ящик выпадает. Я вот выполнил 2 квеста, за каждый квест мне выдался ящик. Здесь 1 ящик стоит 12 рубасов. Если мы 12 рубасов умножаем на 151 ящик, то получается 1800 рублей. 6 сертификатов пользователя это тоже очень мало, потому что один стоит около 2000 на 12 косарей. Я, пожалуй, не буду дико концентрироваться на том, что уже нам выпадало. Это я потом посчитаю в конце, чтобы итог подвести. Пока что я буду ждать, пока выпадет что-то уникальное. Вообще 8 бриллиантов, опять деньги. Блин, очень жалко, что 20 штук ушло, пока ничего нормального не выпало. Прям совсем ничего. Но тогда хотелось бы, чтобы если вам что-то выпало, то это прям все окупило. Итак, первая, первая уникальная новогодняя елка на плечо. Вот так вот это смотрится. Давайте сейчас еще раз проверим, надеваем. И вот такая вот елочка. Ну, возможно, Новый год это интересно. Пока что, честно, это не очень красиво смотрится. И да, уникальность она прошла, потому что уже не Новый год. Поэтому, да, конечно, клево. Акс, его можно подороже продать на рынке. Но это не то, чего хотелось бы. Нас встретил подписчик и решил узнать, вводил ли он мой промокод. И да, вводил, поэтому, друзья, не забывайте, при регистрации можете вводить промокод Бурбон. Потому что при прохождении вами начального квеста на Эмбере я переведу полтора миллиона баксов. На эти деньги вы сможете купить как минимум несколько вот этих вот даймонд ящиков. Пока что бриллианты, деньги, ничего хорошего и нет. Впервые, кстати, выпали семейные очки, 149 штук. Но опять же, по-моему, одно очко, семейное, как бы то ни звучало, стоит около косаря. Здесь 150 тысяч. Ну, кстати, не так ужасно, как в прошлые разы. Но все же не то, что хотелось бы. Да, наконец-то, вы получили семейный объект Декоративный Гроб. Я, скорее всего, смогу его установить только около дома, которого у меня пока что нет. И у меня были предметы, которые до этого я покупал или покупали другие. Наверное, вот, хотя это написано, что это софа. И что-то непонятно. Как хорошо, что есть базы отдыха. Потому что было сказано, что здесь можно размещать семейные объекты, с ним даже можно поговорить. И как раз не выпали семейные очки, поэтому давайте я арендую на 30 минут, чтобы попробовать установить здесь этот объект. Правда, единственное, его здесь нет. Потому что, ну, софа это же диван, это вот что-то такое. Ну да, но не гроб. А куда он не выпал-то? 50 штук мы открыли из уникального пока что-то выпал этот гроб и елочка на плечо. Я пока что расстроен. Вот, еще один семейный объект софа, который у меня, собственно, есть. И это вот она. Спасибо за вторую, собственно, как я понимаю. Давайте проверим. Если этот объект тоже не появился, а написано, что 9... А, вот, вот, друзья. Подожди, это гроб? Я не понял. Откуда у меня бойнер? Было же написано, что декоративный гроб. Это что-то не похоже на декоративный гроб? Типа, я не знаю, может, это так хреново работает, потому что я не помню, что я тебя софа покупал. И, может быть, в прошлый раз вместо гробика нам выпало софа, а сейчас нам выпало котел. Я, я честно не знаю хотя бы что-то. Котел смотрится неплохо. То есть вот так вот можно действительно устроить урок зимьеваренья, поставить здесь уже большую елочку, да, поскольку у нас есть такая возможность. Или нет такой возможности, потому что мне просто рестартнуло. Тем временем мы открыли уже больше половины, а толкового ничего нам и не дропнулось. Но того, отчего прям сказал, что такое вау. У нас осталась одна треть, и за это время нам выпало, по сути, три уникальных аксессуара. И то два семейных. Здесь еще есть уникальный транспорт и компоненты крафта-транспорта. Вот это оно вообще не упадало. Ну, бриллиант он толком не нужен сейчас. Поэтому вот это прям очень сильно хотелось бы выбить. Поэтому у меня еще и немножко доната есть. Я его сейчас обменяю, чтобы больше купонов открыть. Это, скажем так, небольшой бонус под конец. И у нас еще есть 70 штук до открывания. Еще один семейный объект. Пиажное полотенце 2. И на самом-то деле мне не особо нужны эти объекты семейные. Но мне даже интересно, что появилось. Вот я ставлю чуть больше, чем половина сейчас процентов того, что там не полотенце. А нет, друзья, действительно. Хотя здесь написано Beach Toe 1, а здесь указано 2. Спасибо за то, что хотя бы полотенце. Еще один семейный объект надувной Динфин. Давайте проверять. Вот так вот выгнает надувной Динфин. Да. Вам кажется, что это... Нет, это не черепаха. Нет, нет. Вамка, это Динфин. Друзья, давайте будем честны. Там было указано. В общем, это, наверное, первый баг. То, что семейные объекты отличаются. Или тебя так троллят. Типа, тебе говорят, вот это одно выпало, а это другое. Или это, как это, аллюзия на современность. Что ты приходишь в магазин, хочешь купить одно, а тебе продают другое. И тут тоже самое, возможно, это действительно какая-то это философская глубокая мысль. Я честно не знаю, но нам просто дают не то, что мы выбиваем. Хотя бы радует то, что уникальные предметы. Но, правда, мне бы хотелось, наверное, больше не семейных объектов, а объектов для персонажа. Или машинку. Я увидел в группе Рома Дита охренительную машинку. И мне бы очень сильно хотелось бы ее выбить. Конечно, можно было потратить все мои деньги на ее выпивание. Но, мне кажется, того не стоит. Давайте, действительно, если мы выбьем любую машину, она будет разыграна. Если нет, я даже не знаю, что тут разыгрывать. Надувную черепаху или, в смысле, дельфина. Возможно, правда, кому она будет нужна? Деревянный навес. Уже даже просто забавно смотреть, что мне вместо деревянного навеса выдаст. Нас впервые не обманули. Вот, уже хорошо. Истыдом я получил карнавальный аксессуар Огнемет. Правда, он у меня, по-моему, был. Да, у меня было нечто похожее. Собственно, вот это вот. Ну, находите нечто общее у них есть. И вот, еще нечто уникальное. Бриллиант Вип на 10 суток. Вообще, это довольно-таки новая вещь. Если воспринимать всю эту награду как дополнение за выполнение миссии. И если за каждую миссию будет выдаваться такой ящик, то это очень хорошо. Потому что в день таких ящиков можно лутать штук 5-7. Таким раскладом. Содержание данных ящиков довольно-таки имбовое. Потому что получаются они довольно-таки просто. Да, можно купить его за 12 рублей, но можно и просто вот так вот выбить, выполняя миссии. Поэтому ежедневные миссии просто самая имба. Причем их довольно-таки много. Поэтому я всем их советую выполнять. И давайте уже докрутим. Вот, давайте сейчас представим, что это наш честно заработанный кейс. Открываем его и нам выпадает, ну, 62 тысячи. Но опять же, вот, 62 тысячи мы получаем бонусом. Мне выпал трамплин, опять семейный объект. И да, трамплин согласен мне. Вот он гроб. Вот он должен мне был выпасть в самом начале. Но да, это трамплин. Это действительно, наверное, самый неприятный минус. Что ты ждешь одно, а выпадает тебе гробик. Последний даймонд ящик, друзья. И хотелось бы, чтобы выпала машинка. Но вместо этого 62 тысячи. И если очень коротко, то вот, что нам суммарно выпало. Плюс еще семейные объекты. Давайте посчитаем это. Ну что, друзья, готовы? Вот сумма, которая нам выпала. 2 миллиона 152 тысячи. Также я получил примерно 576 бриллиантов. Возможно, где-то ошибся в подсчетах. 558 сертификатов пользователя. 887 семейных очков. 20 купонов рулетки. И что самое интересное, 78 экспишек. Это просто очень клево. И вот такие вот, друзья, результаты. Также нужно не забывать, что я получил випку на 10 дней. Бремянт. То есть самое клевое. 2 аксессуара. Это огнеметы и елочка. И несколько семейных аксессуаров, которые, я думаю, что не сильно ценятся и большой стоимостью не представляют. Если продать все, что нам выпало, кроме аксессуаров, потому что их стоимости я сейчас не знаю, то получится около 8 миллионов. Это со 170 кейсов. Если в день мы будем делать примерно по 6 миссий, а это вполне реально, то такое количество ящиков можно наформить за месяц. И то есть за месяц мы будем получать около 8 миллионов дополнительного дохода, не считая того, что мы будем зарабатывать с миссией. То есть тех бриллиантов, тех донат рублей и всего остального. Поэтому это очень годно. То, что их купил я за такую стоимость, да, это вообще невыгодно. Но если мы каждый день будем выполнять ежедневные задания, вот эти вот, да, хотя бы по 6 штучек, соответственно, мы будем получать достижения со временем, где тоже хорошие награды. И суммарно к этому еще в месяц 8 кк. По-моему, это очень годно. К тому же есть вероятность, что действительно выпадет что-то очень годное, но вероятность этого очень маленькая. На этом все, друзья. Если вам понравился видос и был информативным, то обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, заходите на Эмбер. С вами был Бурбон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok